Семён Пахтеев и Боргейм Сидио Второй акт с названием «Война изменника». Ещё больше классных миниатюрок, в основном противников, но есть один спутник, да и у всех героев обновились миниатюрки и даже планшеты персонажей вместе со способностями. Куча новых 3D-элементов местности, новые навыки, новые карты снаряжения и новый тип карт — легенды. Они дают мощные постоянные способности. И, в отличие от большинства других карт, их нельзя переворачивать во время партий. При этом перед каждой партией теперь нужно будет выбрать себе стартовый расклад на нужное количество опыта, в том числе и карты легенд, а не только навыки, как раньше. Ну и ко всей этой настольной роскоши добавляются новые сценарии, продолжение прошлого сюжета и ещё несколько вещей, которые откроются в ходе кампании. Достаточно всего лишь обновить приложение помощник. На нашем канале, разумеется, есть обзор и летсплей по десенту. Эверделл Лесной Экспресс. С этой коробочкой игровое поле Эверделла продолжает расти вширь, теперь с железнодорожным уклоном. Естественно, есть новые карты, существа сооружений для базовой колоды, карты туристов, которые дают очки за выполнение требований в вашем городе, жетоны основных событий, карты особых событий, жетоны грузов и специальный мешочек для них. При этом внутри этого дополнения есть ещё и опциональный модуль с билетами. Создатели добавили в ваш доп ещё один доп, чтобы вы могли играть в допы, пока играете в допы. Традиционно для таких больших дополнений здесь есть и новый набор зверушек-работников. На этот раз это кошки, летучие мыши, улитки и пчёлы. При этом для каждого вида животных есть своя карта уникальной способности игрока. Модуль со способностями появился в дополнении фестиваля. Обзор Эверделла есть на канале. Гарри Поттер. Оборотное зелье. Свежая игра на внимательность и скорость реакции. Игрокам предстоит варить оборотное зелье. Выкладывать карты ингредиентов с цифрами сверху своей колоды в центр стола. Как только там появилось три ингредиента с одинаковым значением, звучит команда «Пора варить!», и игроки начинают расхватывать карты на скорость. По одной карте, единственной свободной рукой и не мешая другим. Задача — нахватать карты с котелка так, чтобы в сумме получилось число, заканчивающееся на ноль. Если удалось, эти карты идут в ваш запас, как победные очки. Если нет, надо вернуть их в котёл. Игра несложная и отлично подойдёт, чтобы разогреться перед серьёзными настолками. Или в качестве подарка не настольщика. По шкале от 1 до Терекса. Прекрасная в своей непосредственности вечеринчная игра. Выкладываем три карты действий. Тут может быть вообще что угодно. Ну вот совсем, поверьте. Каждый получает в закрытую карту силы. Цвет карты показывает, какое из действий вы изображаете, а цифра, с какой интенсивностью от 1 до 10 вы должны его изобразить. Все играют одновременно. Каждый показывает какое-то действие какой-то силы. Если вы решили, что есть игрок, который показывает любое действие той же интенсивности, скрытно покажите ему вашу карту. Угадываете — получаете «Ура!» жетоны. Не угадываете — получаете «Эх, жетоны!». Можно сбрасывать карты силы, если вы думаете, что никто не отрывается на одном уровне с вами. Периодически также будут обновляться карты действий с помощью карты «Пока-пока». В общем, для вечеринок это потрясающая игра. После получаса у вас исчезнут все социальные барьеры, даже в самой интровертной кампании. «Назавари» — еще одна простая и быстрая игра со словами на ассоциации. У ведущего в руке будет три карты. Он должен выбрать сочетание прилагательного с одной карты и существительного с другой. Потом назвать какое-то слово, тоже существительное, которое подходит под такое сочетание слов. За две минуты остальные игроки должны отгадать либо прилагательные, либо существительные, которые участвовали в описании. Несмотря на всю простоту концепта, играть в такие игры всегда интересно. Да и словарным запасом они заставляют пошевелить очень даже хорошо. «Ловец снов» — необычайная игра, в которой вам предстоит потрогать свои сны. В этой кооперативной игре каждый раунд ведущий будет выбирать тайно одну из четырех карт сюжета снов. Игроки должны догадаться, какой же сон им приснился, используя подсказки ведущего. Но вот поворот — подсказки трогательные. Ведущий дает от двух до пяти рельефных карт карт картинками вниз. Игроки не могут их смотреть, но могут ощупывать и обсуждать. Игра полностью кооперативная. Если ведущие с игроками смогли верно отгадать сюжет, они все вместе получают победное очко — звездочку. Эта необычная и атмосферная игра станет отличным подарком для праздничных посиделок. «Почти невиновные» — кооперативное расследование, в котором как никогда важна помощь команды. В каждом сценарии в вашей группе приключенцев предстоит очистить свое доброе имя от несправедливого обвинения в преступлении. Но вот незадача. Помочь каждый может только игроку слева, а ключ к вашему спасению у игрока справа. Задавая друг другу вопросы, вы должны намекнуть на нужную комбинацию лиг в сетке 6 на 6. И помните, что только если все члены вашей группы оправданы, вы успешно пройдете сценарий. «Почти невиновные» — довольно любопытная игра, которая сильно выигрывает от того, что в ней есть настраиваемый уровень сложности и дополнительные мини-модули. «Городской убийца» — дедуктивно-аналитическая симметричная игра в стильной атмосфере нуара. Что это значит? Один из вас, или команда из нескольких человек, возьмет на себя роль убийцы. Он смешался с парой десятков жителей города и раз за разом убивает жертв по одному ему известному мотиву. Другой, или точно так же команда, станет детективом. Каждый раунд появляется новый труп. Детектив едет на место преступления и проводит расследование. Больше всего в этом ему помогает опрос свидетелей, которые рассказывают о параметрах убийцы, какого он пола, телосложения, роста, возраста. Но не все жители говорят правду. Часть из них сочувствует маньяку, а кто-то и сам им является. Задача детективов — за пять убийств вычислить, за какого же жителя играет убийца и каков его мотив. У нас на канале есть отдельный обзор. Настоятельно рекомендую, эта коробочка может стать вашей любимой игрой на долгие годы. Кстати, у нас будет по ней несколько роликов. Одной строкой вышел доп для острова сокровищ «Месть жены Сильвера». Там новые карты и модуль с настройкой сложности для игрока за Сильвером. Если вам сама базовая игра понравилась, доп хороший. Нейромемы. Генератор хорошего настроения. Простая ученичная игра, в которой вам нужно быстрее всех отгадать, из каких мемов сгенерирована картинка. Скорее выкладывайте два или три мема с руки в закрытую и хватайте оставшийся жетончик очереди. После того, как все выложат свои догадки, вскрывается правильный ответ. И в порядке жетончиков очереди вскрываются ответы игроков. За правильные ответы получаем криптомонетки. Победные очки. И двигаемся в следующий раунд. Очень-очень простая, но достаточно азартная и приятная игра. Тоже новость одной строкой. Для семейной игры «Зомби в доме» заражение вышла пара допов. Ученый и эквлогер. В каждом таком допе новый персонаж, жетончики и даже иногда новые противники. В общем, это небольшие недорогие приятные допы в коллекцию к тем, кто на семейных посиделках раскладывает «Зомби в доме». Почта. Новая настольная игра с атмосферой сказочной почты. Вам предстоит выкладывать посылки внутри вашего почтового отделения так, чтобы оптимально заполнить все место. И по возможности сгруппировать посылки по типу, фигуры и скрепить лентой. За это дают победные очки. Сама по себе почта – это несложная вариация игр с механикой по лимино. Но сделана она достаточно тематично. Сеттинг фэнтезийной почты ложится хорошо. Особенно прикольно работает помощник, который бегает вокруг игрового поля и определяет, куда вы можете выкладывать свои посылки в этом раунде. Иван Грозный. Первый царь. Свежее евро про боярские семьи, которые соревнутся за царскую милость. Даже если вы не фанат евроигры на победные очки, я рекомендую присмотреться. Очень ладно скроенные механики, в которых нет ничего лишнего. А конкуренция за победные очки идет буквально по всем аспектам. Играется плотно и напряженно. При этом после пары раундов правила будут максимально понятны. У нас есть обзоры, интервью, ролик с презентацией, а скоро еще и летсплей будет на канале. Мириады. Новинка на скорость, внимательность и немного на пространственное мышление. Игроки берут на себя роль отважных капитанов, которые мечтают попасть на райский остров. В центре стола выкладывается карточка пророчества. Задача каждого игрока — сложить имеющиеся у него фрагменты так, чтобы на острове в серединке собралось ровно такое же количество ресурсов, что и на карточке пророчества. При этом жетоны можно вертеть и переворачивать как угодно. Изначально у всех по три фрагмента. Но те игроки, у которых много очков, получают дополнительно четвертый, а потом и пятый фрагмент. Мириадам очень хорошо удается поддерживать азарт и держать напряжение. При этом сама по себе игра неконфликтная и очень приятная для семейных посиделок. Снова новость одной строкой. Для карточного ужаса Архема вышла кампания «Забытая эпоха» в обновленном формате двух коробок. В этой — сюжет и противники, а в этой — сыщики, их колоды и карты апгрейдов. Цитирую одного известного персонажа. Но почему именно змеи? Для космо-триллера «Адель», в котором искусственный интеллект пытается уничтожить весь экипаж на борту, вышло дополнение «Пришелец». На этот раз и на стороне космонавта, потому что на борту оказалось кое-что совсем ужасное. Инопонятная зараза, за которую и предстоит сыграть одному из игроков. Помимо этого режима игры, в коробке еще и пачка сценариев для базовой версии есть. А теперь переходим к новостям Берсерка. И говорил он еще пять часов. На самом деле, за полными новостями заглядывайте в официальную группу игры. Там много движухи. А я пока кратко расскажу. Для Берсер-героя вышел новый выпуск. Переполов в Канарвейне. Пять стартовых наборов и бустеры. Одна из прикольных фишек выпуска – в дисплее бустеров лежат альтернативные версии героев из стартовых наборов. У них похожие способности, так что поэкспериментировать со сбором своей колоды можно будет сразу и с удобством. Для классического Берсерка вышел обучающий набор Легенды Лара. Супердешевый старт для новичков. Простые, но играбельные карты. Сразу два готовых отряда. Жетоны, правила, кубик. Все, что нужно, чтобы сразу разобраться в игре. Также для Берсерка вышел игровой коврик. С разметкой под классический Берсерк. Там есть поле и надо двигаться. Но и для героев, в принципе, можно использовать. Очень плотный неопрент. А еще прошел гран-при по классическому Берсерку 2-3 декабря. С призовым фондом в миллион рублей, эксклюзивными промо, кучей активностей и прочими ништяками. Собрали почти 300 человек. Ввели постоянную трансляцию с турниром, которую можно глянуть в разделе трансляции нашего канала Board Games Video. А еще на Крауд Репабик сейчас идет подписка годовая на Мир Фантастики. Там тоже будет Берсерк. Бустер в каждом выпуске. Берсерк-герой Переполохов Канарвейн. А на этом на сегодня все. Это был Семен Пахтеев и Board Games Video. Подписывайся, жми колокольчик, ставь лайки и хороших тебе праздников. Пока! Короче, как это работает? Там есть карта а-ля там играй на гитаре в воздухе. И ты такой... Но потом тебе нужно это показать на троечку. И ты такой, ну, что-то там бряцаешь. Кто-то в этот момент изображает Терекса, но при этом он делает это на восьмерку. Такой прям... И вот тебе нужно среди разных действий людей, которые делают совершенно разные вещи. Найти кого-то, кто делает это с той же интенсивностью. То есть там прям дичь какая-то творится. И если у вас после этого барьеры не срывают социальные, очень странно будет. Продолжаем. 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 Продолжение следует...